Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня мы начнем, наверное, с важной новости. Я думаю, что она всем уже известна о том, что дефолт в американской экономике отменяется. Республиканцы и демократы все же смогли найти общий знаменатель, договорились и продлили действия этого потолка еще на пару лет. То есть нас ждет еще один сезон этого сериала, правда, не скоро, друзья. Мы к нему вернемся через какое-то время, но на текущем этапе нужно признать, что все-таки какой-то консенсус был достигнут. О чем договорились? Решили чуть-чуть сократить государственные расходы. Опять же, демократы пошли навстречу республиканцам и признали, что целесообразно сохранить уровень расходов в следующем году по бюджету на тех значениях, которые были зафиксированы в 2023 году, то есть в этом году. Я думаю, на самом деле, о каких-то кулуарных, особых моментах этой сделки мы никогда не узнаем. Но, на мой взгляд, республиканцы получили максимум все, что только можно было получить. По сути, удалось очень долго обсуждать эту тему. Затянули ее настолько, что курс партии власти демократов стал еще чаще осырваться с недальновидностью и неэффективностью. Это очень важно, потому что, по сути, очень скоро выборы. И я практически не сомневаюсь в том, что демократы уже не смогут сохранить за собой овальный кабинет и Белый дом на следующие годы. Место демократов займут республиканцы. Поэтому все, что хотели, опять же, они сделали. И эту тему, я думаю, что дефолт американской экономики мы благополучно можем убрать на какой-то даже десятый план. Но стоит признать, что, учитывая, что мы ее с вами обсуждали несколько недель подряд и готовились к событиям 2011 года, когда прекратить деятельность многие госучреждения и, по сути, уже фактически было реализовано преддефолтное состояние, на этом фоне доллар пух как на дрожжах и, по сути, протестировал сопротивление 104 пункта. Сейчас индекс доллара котируется на отметке 104.11. Если вернуться к основным драйверам роста доллара, то тема дефолта американской экономики была той самой, которая обеспечила вот это восходящее движение, потому что к доллару обращались как защитному инструменту. И не думали о последствиях того, что может произойти с американской экономикой, если дело дойдет до вот этого крайне мрачного сценария, когда американская экономика будет вынуждена объявить неплатежеспособность, неспособность выполнять свои долговые обязательства. Теперь, после того, как тема дефолта ушла на десятый план, нам нужно, конечно же, разобраться с вами, зачем мы будем следить дальше. И хорошо то, что на рынке есть другая тема, которая не менее интересна. Это старая добрая тема, идея повышения ключевой процентной ставки, потому что именно этот фундаментальный триггер очень долгое время выступал основным в наших решениях, которые мы принимали по тому, как и что делать с долларом. Когда, собственно, американский регулятор активно повышал ключевую процентную ставку, мы понимали, что повышение ставки и, соответственно, рост доходности трежерис должно быть поддерживающим фундаментом для курса доллара. Но после того, как на рынке появились аргументы в пользу того, чтобы ФРС уже, опять же, отказался от идеи дальнейшего ужесточения монетарной политики, мы тоже пришли к выводу, что без идей дальнейшего повышения процентной ставки доллар не сможет дальше развивать то восходящее движение, к которому некоторое время назад мы привыкли. Поэтому идея, опять же, отказа Федрезерва от жесткой монетарной политики, она, знак равно, идея дальнейшего ослабления курса американского доллара. Протоколы, которые вышли на прошлой неделе, показали, что комитет голосующих членов Федрезерва раскол. По сути, 50% из них выступает за то, что ставку нужно повышать, 50% за то, что ее повышать уже не нужно. Из заявлений, которые голосующие члены Федрезерва на прошлой неделе мы слышали, это, пожалуйста, стоит выделить комментарий Кристофилла Уоллера, который отметил, что лично он не видит достаточных оснований снижения инфляционного давления в американской экономике, поэтому не готов поддержать идею отказа от дальнейшего повышения процентной ставки. Однако Сьюзен Коллинз напротив считает, что Федрезерва уже достиг того самого ограничительного уровня, когда с дальнейшим повышением процентной ставки нужно уже покончить. Признать, что достаточно, 5,25% тот самый уровень по ключевой ставке, который более чем достаточен для того, чтобы дальше создать условия для последовательного снижения инфляционного давления. Я предлагаю сейчас не делать большую ставку на позицию и отдельные точки зрения голосующих членов Федрезерва, потому что они нас больше могут запутать. И, как я уже отметил, сам комитет еще не пришел к единому мнению точки зрения. На этом фоне хочется снова вспомнить комментарии Джерома Паула о том, что заранее решения по процентной ставке не принимаются, они полностью зависят от макроэкономических условий и данных, которые формируются на рынке на момент самого заседания. То есть, фактически, статистика будет напрямую влиять на будущее решение Федрезерва по ключевой процентной ставке. И здесь стоит отметить, что на прошлой неделе статистики прям накидали сильных отчетов по штатам. ВВП в первом квартале рост на 1,3%. Прогноз был на уровне 1,1%. Передичные заявки на пособиях безработицы тоже тенденция снижения сохраняется. Индекс PCI – это индекс расходов на личное потребление. Если говорить об основном показателе, был зафиксирован рост с 4,2%, то с 4,4%. Но есть еще и наиболее предпочтительный индикатор для Федрезерва в оценке текущего инфляционного уровня – это базовый индекс расходов на личное потребление. Здесь тоже рост со 4,6% до 4,7%. То есть, фактически, можно признать, что инфляция остается выше, чем, наверное, могла бы быть в текущих условиях. И неудивительно, что такие отчеты, сильные отчеты, которые еще и в пятницу были закреплены релизом неплохим по заказам товара релительного пользования, поддержали идею того, что американская экономика может вполне справиться с еще одним повышением процентной ставки. И на данный момент по инструменту FedWatch вероятность повышения процентной ставки составляет 68%. Друзья, очень сильно контрастирует этот показатель с тем, что было буквально две недели назад, когда вероятность повышения ставки оценивалась чуть ли не в 10%, и плюс ко всему в июле уже многие закладывались по то, что ставку будет целесообразно даже уже снижать. Сейчас ситуация изменилась, но нужно признать, что если вернуться опять же к доллару и вспомнить про его триггеры роста, как я уже отметил, ожидание дефолта, этот фактор поддержки для доллара уже отменен. Другой фактор поддержки – это то, как менялось рыночное позиционирование, когда трейдеры не верили в повышение процентной ставки, и сейчас они, по сути, верят, потому что больше 50%, 68% допускают, что ставку повысить снова на 25 базисных пунктов. То есть доллар, который мог бы получить поддержку на вот этом переломном моменте перехода от отсутствия ожидания того, что ставка повысит, до того, что трейдеры уверены в том, что этот сценарий вполне реальный. Это тоже тот фон, который уже реализовался. По сути, трейдеры верят в повышение процентной ставки, а значит, даже само решение повысить ставку американского регулятора уже не будет тем самым дополнительным и мощным драйвером для американской валюты. Я хочу сделать на этом фоне вывод о том, что все триггеры роста доллара, они исчерпали потенциал своего влияния на американскую валюту. И то, что индекс доллара оказался в районе 104 пунктов, мне кажется, это уже предельные значения, на которых он мог оказаться. И дальше стоит ожидать развития нисходящей динамики. В эту пятницу, друзья, нашему вниманию будут представлены данные по Non-Farm Palace. Из большой доли вероятности, это мое субъективное мнение, мы увидим уже не такой уж и хороший сильный отчет. Поэтому, раз уж сейчас тема дефолта отпустила и трейдеры фокусируются на макроэкономических отчетах, которые уже будут напрямую влиять на траекторию повышения процентной ставки, соответственно, слабый отчет может уже пошатнуть веру трейдеров и рынка в том, что ставку снова повысит. Если это произойдет, то индекс доллара уже к концу недели может перейти к снижению. По другим, финансовым активам евро против доллара 1,0730 из последних важных заявлений голосующих членов Европейского центрального банка стоит отметить комментарии Бастьена Васле и Класса Кнота. Голосующие члены Европейского центрального банка, по сути, именно они будут определять решение, которое будет принято на заседании Европейского центрального банка уже через пару недель. Они за то, чтобы ставку основу повысить, причем прям активно призывают и другие голосующие члены Европейского центрального банка не мудрить и действовать в этом ключе, потому что инфляция остается все еще выше. Но мы видим то, что пока очень сильное влияние на евро оказывает доллар. И некоторое время назад мы вообще отказались от идеи торговли европейской валюты, потому что евро доллар и индекс доллара показывают очень высокую степень корреляции. Британская валюта куда интереснее. Я по-прежнему в длинных позициях. Текущие котировки 1,2346. Данные по инфляции на прошлой неделе показали, что индекс потребительских цен все еще существенно выше целевого ориентира и значительно выше, чем ожидал Банк Англии. 8,7% это текущая ставка. Прогнозы были в районе 8-8,2%. 22 июня состоит заседание Банка Англии. Я думаю, что ставку повысит и скорее всего на 50 базисных пунктов. И вообще считаю, что до конца этого года ставку могут повысить больше, чем на 100 базисных пунктов, что потенциально может сделать ее даже выше, чем ставка американского регулятора. Отсюда для меня фунт крайне заманчивый инструмент для длинных позиций. Вот по этой причине я эти ланги и сохраняю. И что касается золота. 1945 долларов затронуть к унцу, конечно же снова хочется купить опять же золото, но жду пока будут хорошие сигналы от индекса рыночных настроений. Пока что толпа 67% трейдеров в длинных позициях. Я обычно по золоту действую против толпы. И вам всегда об этом рассказывал. Но на мой взгляд золото уже где-то рядом со своими минимальными уровнями, потому что все, что, как я уже отметил, мог выжить доллар из-за того фундамента, который сложился и его поддержал, он это уже сделал. Поэтому дальнейшее снижение может привести к росту золота. И я очень рассчитываю и делаю большую ставку на предстоящий отчет по Non-Farm Perls, который может как раз изменить рыночное настроение. Но это опять же разговоры уже следующей недели. Если будут раньше сигналы о целесообразности покупки золота, я, друзья, вам об этом обязательно расскажу. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой недели. Всем пока!